Пятый сезон знаменитой телевизионной тюремной саги «Побег из тюрьмы» завершен, а вместе с тем Пол Шоринг и компания Фокс заявили о том, что на этот раз точно все, сериал закончен. Однако все мы хорошо знаем, чего стоят эти категоричные заявления о завершении. Подобное мы уже слышали в 2009 году, что в итоге не помешало «Побегу» вернуться спустя 8 лет. Конечно, сейчас ситуация немного иная. Пятый сезон имел более низкий зрительский рейтинг в сравнении с предыдущими сезонами. Кроме того, пятому сезону досталось суммарно больше негативных рецензий критиков, чем четырем предыдущим сезонам. Однако, несмотря на сомнения и якобы нежелание компании Фокс продолжать «Побег», здесь и сейчас мы проанализируем и назовем причины, по которым шестой сезон «Побега из тюрьмы» непременно будет снят. Итак, несмотря на не самый выдающийся пятый сезон, у «Побега» остается многомиллионная фан-база, которая не даст продолжению откровенно провалиться. Так, к примеру, минимальная телеаудитория пятого сезона составила 3,5 миллиона человек, и здесь учтены только официальные данные с телевизионных каналов, без учета просмотров сети, что красноречиво говорит о том, что поклонники сериала остаются верны «Побегу» и готовы следить за судьбой братьев-беглицов при любых сюжетных раскладах. Далее. «Побег» является одной из самых известных среди тюремных саг, созданных на телевидении. В различных кинорейтингах и опросах «Побег из тюрьмы» неизменно занимает лидирующие позиции. Это знаем все мы, и об этом хорошо знают в компании «Фокс», где умеют считать деньги и знают, куда и как их вкладывать во имя получения прибыли. А «Побег» по-прежнему остается прибыльным телевизионным проектом. Идем дальше. Как известно, пятый сезон в том числе состоялся благодаря желанию, а главное – настойчивости Доминика Персела и Вэнфорда Миллера. Именно они выступили успешными посредниками в переговорах между компанией «Фокс» и Полом Шорингом. Основную идею пятого сезона и место действия Ближний Восток определил сам Вэнфорд Миллер. В общем, к чему это все? Для Персела и особенно Миллера «Побег» является вершиной их кинокарьеры. Они уже оба не молоды и прекрасно осознают, что именно «Побег» и связанная с ним шумиха может вернуть их на вершину зрительского интереса. Уже сейчас Миллер точно так же, как и в канун старта съемок пятого сезона, в социальных сетях и интервью стал намекать на продолжение. Его поддерживают другие звезды сериала. Так, Сара Уэйн-Колли сказала о том, что многие актеры обязаны сериалу «Побег» своей карьерой. И она чертовски права. Также она добавила, что возвращаться к съемкам «Побега» для них стало приятной и радостной традицией. Наверное, не стоит нарушать традицию. Доминик Персел в интервью так же многозначительно заявил. «Кто вам сказал, что «Побег» окончен? Неужели мы все успели рассказать?» И с улыбкой добавил. «Не думаю, что можно верить тем, кто поставил точку в сериале». А значит, это еще один довод в пользу того, что они уже в самое ближайшее время вновь сядут за стол переговоров с представителями компании «Фокс». Тем более, что Персел и Миллер теперь еще являются сопродюсерами сериала. Далее. Создатель сериала Пол Шоринг является амбициозным и талантливым автором. И его задели за живое высказывание некоторых критиков о сценарных слабостях пятого сезона. И у Шоринга может и должно взыграть чувство гордости, и он собственноручно напишет сценарий шестого сезона, который вернет на вершину прежний побег со всей своей интригой, напряжением и сюжетной изюминкой, которые сопутствовали первым сезонам знаменитой тюремной саги. Это возможность исправить и сделать лучше, чем было в пятом сезоне. Итак, как видите, в итоге у нас получилось собрать несколько убойных доводов в пользу того, что сериал «Побег из тюрьмы» может и должен быть продолжен. Да, здесь многое будет зависеть не только от желания, а прежде всего от возможности создателей, и в частности Пола Шоринга, определить основную идею шестого сезона и написать толковый сценарий. Без оригинальной идеи интересного сюжета продолжение обречено на крак зрительского интереса, а значит предстоит проделать колоссальную работу. В шестом сезоне мы прежде всего ждем возвращения настоящего побега с сюжетом в духе первого и второго сезонов сериала. Также создатели должны предоставить больше экранного времени полюбившимся героям, Роберту Непперу, Аморина Ласка, вернуть в сериал Вильяма Фихтнера, а возможно вновь успешно воскресить кого-то из героев. Местом действия шестого сезона, следуя сюжетной цепочке сериала, могут стать необъятные просторы США. Однако не следует списывать вариант, при котором вернувшиеся на родину братья, по крайней мере один из них, вновь окажется там, где все и начиналось – Фокс Ривер. На данный момент о сроках премьерного показа шестого сезона можно только догадываться. Но что очевидно, создателям побега ни в коем случае нельзя затягивать и делать паузу, которая была между четвертым и пятым сезонами. Снимать надо по горячим следам завершившегося пятого сезона. На этот раз полноценный сезон на 20 с лишним серий с премьерой в ближайший год, максимум 2. Шестой сезон побега безусловно входит в число самых ожидаемых телевизионных проектов. Продолжение побега из тюрьмы – это то, что согревает душу поклонникам сериала и дает очередную возможность встретиться на экранах с оставшими за долгие годы такими близкими и полюбившимися героями. Задайте себе вопрос, хочу ли я видеть продолжение побега из тюрьмы в шестом сезоне, и вы получите очевидный и единственно верный ответ. Заочно пожелаем удачи Полу Шорингу и компании в ожидании скорой встречи с героями легендарного побега. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»